На Филиппины рязанские ребята прилетели 29 февраля. В планах было посетить несколько островов и отдохнуть от городской суеты. В то время, по словам Алексея Селенова, шли разговоры о вирусе в Китае и Иране, а на Филиппинах, как и в России, все было спокойно. Путешествие по Филиппинским островам завершилось на острове Себу, откуда 15 марта ребята должны были улететь в столицу, Филиппин, Манилу, а оттуда международным рейсом в сторону Родины. Всем добрый день. Мы четвертый день находимся на острове Себу с 15 марта и не можем отсюда выбраться. Алексей рассказал о том, что сейчас он находится в гостинице рядом с аэропортом. Вместе с остальными россиянами ждет новостей от посольства. Ждем скорейшего рейса или хоть каких-то действий, которые могут нам помочь отсюда выбраться, потому что деньги заканчиваются, жилье нам не предоставляют, еду нам не предоставляют. Сидим в номере, смотрим новости про эвакуацию, мониторим билеты из Себу. В видеоконференции с посольством сказали, что никого тут не оставят, всех доставят на родину. Пишет нам Алексей в Телеграм. В городе введен карантин, с 7 часов закрывается абсолютно все и на улице нельзя находиться. Другие рязанки на настоящий момент находятся в Таиланде. Девушки планировали провести отпуск в Гуа, но Индия закрыла границы прямо перед их вылетом. И туроператор предложил альтернативу курорт Паттайя. Не работают усилительные заведения, программы типа шоу 69. Можно только покушать и погулять по пляжу. Еще одна рязанская девушка прямо сейчас находится в Турции и рассказывает о карантине в курортном городе Кушадасы на своей странице в Инстаграм. Очевидно, всем этим людям предстоит добраться до родины, но долго ли продлиться ситуация в мире неизвестно. Страны закрывают границы, а вместе с тем рушатся планы многих россиян на отпуск в теплых краях этим летом. А турфирмам приходится экстренно переориентировать своих клиентов на отдых в России. К счастью, в нашей стране есть морские курорты. Слава Богу, что наш Краснодарский край может поконкурировать со многими зарубежными курортами. И здесь у нас предлагается размещение как более демократичное, так и размещение, которое подойдет более взыскательным туристам. В любом случае, Сочи нас в этом году очень и очень ждет. Про Крым в первую очередь хочу сказать, что уникальная природа этого места, она поистине уникальна, потому что здесь сочетаются пейзажи и Кипра, и Сардинии, и Центральной Европы. То есть Крым, он действительно в этом отношении очень интересен. Любителям необычных экзотических путешествий тоже есть, что выбрать на бескрайних просторах Родины. Буквально недавно мы забронировали очень интересный, уникальный тур на Камчатку. Десятидневный маршрут, просто с невероятной экскурсионной программой. Стоимость около 100 тысяч рублей на одного человека. Да, ощущение, что, конечно, цена немного кусается, но вы 10 дней находитесь в непрерывном движении с посещением действующих вулканов, с ключевскими сопками, с размещением в комфортных условиях. В случае, если сервис на морских курортах, на ваш взгляд, не дотягивает до привычного турецкого all-inclusive, а перелет на Камчатку слишком сильно выходит за рамки ежегодного отпускного бюджета, этим летом, по прогнозам туроператоров, вы сможете уехать в Карелию за 22 тысячи на человека, плюс авиаперелет около 7 тысяч. Шесть дней на Байкале обойдутся в 25 тысяч, плюс 22 тысячи перелет, а неделя в Алтае будет стоить в среднем 30 тысяч, плюс билеты на самолет около 20.